Работа управляющих компаний в Химках, которые не желают раскрывать информацию, на что они тратят средства жителей, стала центральной темой на оперативном городском совещании. Из-за пандемии COVID-19 еженедельные встречи проходят в онлайн формате. Нам Евгений Валерьевич расскажет, какие управляющие компании, что будут делать, в каких домах, куда уходят деньги наших жителей. По словам заместителя главы Химок Евгения Акуличева, только полтора десятка из полусотни управляющих компаний в Химках запланировали ремонт подъездов в 2022 году. Почему они не ремонтируют подъезды? Люди платят деньги за это. Где эти компании все? Где остальные-то? Вот жилищник ремонтируют, ВСК ремонтируют. Компания, которая недавно пришла в город, она уже ремонтирует подъезды. Хорошо, принимается. Дальше, если сервис Куркино ремонтируют два дома, а остальные дома, кто будет ремонтировать, жители платят за текущие ремонты содержания. Они обязаны эту услугу получать. Почему они эту услугу не получают? Вы мне будете отвечать по этому поводу. Понятно или нет? Дмитрий Волошин раскритиковал и инвестиционные программы управляющих компаний, в которых отсутствует конкретика и точные сроки выполнения работ. Кроме этого, непонятно было ли согласование ремонта с жителями. Мы будем делать два раза в год что-то ремонтировать. Так не подходит. Это не принимается. Должно быть расписано управляющей компанией начало работ, конец работы. То есть, когда начинают делать дата и когда заканчивают. Что май-август это очень такое растяжимое понятие. Я хочу понимать, а кто конкретно согласовал эти работы. Председатель совета дома согласовал, совет дома согласовал. Потому что у нас есть случаи, когда люди делают работы, а они эти работы не просили делать. Такие случаи есть. Чтобы не получилось так, что в доме есть одни проблемы, а управляющая компания делает другие работы. И людей не слышат. А люди жалуются мне. Я уже об этом говорить устал. Вместо управляющей компании. Но раз жители мне жалуются, тогда я буду наводить порядок. Глава Химок потребовал от управляющих компаний подробной информации, на что идут деньги людей. Я хочу понимать, у кого есть инвестпрограмма для жителей, а у кого ее попросту нет. Если попросту она отсутствует, значит надо вызвать управляющую компанию и задать ей вопрос, где ее инвестиционный план. Если такого плана нет, тогда другие органы исполнительной власти зададут вопрос, где деньги населения, которые жители заплатили за это. Говоря простым языком, если нет плана на год, значит никто никогда не разберется, на что потрачены собранные из жителей домов деньги. Очевидно, что не все управляющие компании города готовы открыто отчитаться о своих рабочих планах, ведь тогда можно с точностью до тысяч рублей высчитать расходы, а затем сопоставить их с суммами, что собраны с жильцов многоквартирных домов. Такие математические вычисления плавно могут перейти в уголовную плоскость. Помимо вопросов с управляющими компаниями, на совещании также обсудили и социальную помощь населению. Заместитель главы Химы Карина Теслева рассказала, что в округе социальную поддержку получают более 76 тысяч людей. Среди самых востребованных компенсации за оплату же площади бесплатный проезд выплаты на обеспечение полноценным питанием. Основная категория граждан, нуждающихся в помощи – ветераны труда и боевых действий, многодетные семьи, инвалиды. В 2021 году они получили поддержку на общую сумму полтора миллиарда рублей. С 1 февраля по инициативе губернатора появилась новая мера социальной поддержки. Это доведение пенсии одиноко проживающим, неработающим гражданам старше 65 лет до 17 тысяч. Также у нас возобновилась ежегодная выплата в связи с рождением, усыновлением третьего и последующих детей. Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Традиционная тема еженедельного совещания – распространение коронавирусной инфекции. За неделю число больных увеличилось на 330 человек. Из 500 коек для тяжелобольных занято 92%. В основном это больные штаммом Дельта. Врачи по-прежнему рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию. В Химках открыты 9 пунктов на базе поликлиник, а также мобильный пункт в ТЦ Мега. А переболевшим пациентам теперь не нужно приходить в поликлинику, чтобы закрыть больничный. Сделать это можно дистанционно по телефону.